Здравствуйте! Очень приятно, что вы откликнулись на предложение этой замечательной фирмы. Я рада вам представить сегодня нашего доктора. Я являюсь генеральным директором Центра структурной медицины «Динамика». Мы занимаемся восстановительным лечением детей и взрослых. Некоторые нас давно знают, да? Это являются нашими богатарными клиентами. Уже попробовали всё на себе. С недавних пор мы являемся научной базой вашей замечательной фирмы. Мы проводим научные исследования с московским институтом. Если бы вы слышали и не знаете лично, да. Мы хотим с вами поделиться, какие у нас результаты произошли за эти месяцы применения. И хотим поделиться с вами некой философией выздоровления и некими секретами применения продукции. Хочу представить нашего главного врача, кандидата медицинских наук, Людмилу Ивановну Можейко. Она занимается более 35 лет. Восстановление опорно-выктивного аппарата, нервной системы. Имеет ряд патентов, в частности для детей и взрослых, по восстановлению мозгового кровотока. Если у вас будут вопросы, вы просто записывайте в конце, вы можете задать. А сейчас мы просим Людмилу Ивановну представить. Аплодисменты. 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 Здравствуйте, друзья. Мне так приятно. Мне так приятно. Это были даже знакомые лица. Еще более приятно видеть лица, которая новая для меня. Сегодня я хотел вам сказать, что то, чем вы занимаетесь и что вы используете для своего здоровья, это просто чрезвычайно новое и очень важное. Это новое направление медицины, которое может развиваться и касается уже не химического воздействия на организм продуктов, а физического воздействия на организм продуктов или квантовая динамика, это как бы по-научному, то есть это работа электронов, это работа клетки, это потом следствие выработки регуляторных белков и уже восстановление органов. Для меня, как для врача, это что-то, когда я узнала про это направление, но я, честно говоря, не оценивалась сразу, потому что я даже не могла представить, что существует такое направление, которое может давать такой огромный потенциал регенерации. Год назад я познакомилась с продукцией, но вроде бы мы даже использовали, не отслеживали никаких результатов и на себе тоже. Но у меня очень сложный момент реабилитации детей, например, с тяжелым нарушением нервной системы, когда ребеночек развивается по типу инвалидности, то есть по типу инвалидности у него тяжелые нервничественные нарушения, он, например, не может ходить, не может говорить, у него неразвитые функции, может быть слух, зрение и так далее. Таким детям мы тоже можем помочь на какой-то процесс с нашими технологиями в центре, но эти дети обычно останавливаются на каком-то этапе и дальше не развиваются. Каково же было мое изумление, когда меня пригласила Ваша коллега послужить Любовь Викторовну Зусорину. А я пришла просто спросить, Любовь Викторовна, а можно ли детишкам как-то их продлинуть дальше? Мы делаем им вот это, вот это, вот это, и потом все, как бы процесс останавливается, родители, они разочарованы, что какой-либо процесс пошел, а потом они ждут еще лучше, 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 а лучше в один наступальник. Когда она мне рассказала про смысл воздействия этих препаратов на клетку, на организм, на нервную систему, в частности, то, что не отечествует, конечно, я от ученого человека услышала эту информацию, я была изумлена, насколько, как бы, есть такая возможность, я, в общем-то, поверила, поскольку врачи люди консервативные, вы знаете, да, до врача достучаться трудно, и вот ее, как бы, со мной разговор, вот она достучалась до меня, может быть, я уже была открыта, вот, и таким образом мы стали сотрудничать с вашей фирмой в другую. А поскольку мы занимаемся нервной системой и нейросистемой очень давно, и наша технология восстановления мозгового кровотока дает при любой патологии нейросистемы какой-то, ну, тот или иной значимый результат, то, другой фактор, она предложила нам быть базой для испытания продуктов и тяжелых пациентов, в частности, с инсультами, то есть, после инсульта. Сейчас у меня находится под наблюдением несколько человек, которые получают это лечение именно в плане такого, как бы, экспериментального, то есть, фирме важно у более молодых или у более пожилых, вот. И, конечно, я взяла самых тяжелых, самых тяжелых, самых, казалось бы, без перспективных, вот. Один пациент, одна пациентка, женщина, профессор консерватории, она, у нее давность инсульта 16 лет, сейчас ей 80 лет, 16 лет, она, значит, ходит она, ну, самостоятельно, у нее плохо работает рука и нога, но у нее нет речи, она не может говорить, она говорит только «да-да-да-да-да-да-да-да-да», она хочет сказать и говорит «да-да-да-да-да-да-да-да-да», то есть, и такой интеллект сохранен, и все сохранено, вот. Конечно, мы с ней работали, то есть, это все пациенты, с которыми я работала раньше, и у которых мы получили какой-то эффект уже до того. И вот сейчас я решила, значит, их взять в эту группу, на что-то наблюдать, как эти препараты дополнительно улучшат их состояние. Вот, значит, женщина, 80 лет, она получает 2 месяца, нормализовался сон, нормализовался вот настроение, ее не, ее эмоциональный фон очень улучшился, то есть, она охотно общается, то есть, у нее раньше депрессия впадала, она, конечно, очень переживала из-за этого, у нее появился энтузиазм, чтобы заниматься собой, но она как бы и так как-то верила, потому что мы ей улучшили на каком-то этапе состояние, то есть, если уж доверие есть, то, конечно, уже как бы, она уже с радостью препараты идти пьет, и вот 2 месяца у нее появляются уже, если медленно она говорит, медленно, например, вы говорите медленно, и она может говорить, здравствуйте, там, или что-нибудь там, дайте мне, но когда она быстро говорит, опять у нее та-та-та-та-та-та-та-та, то есть, она как бы у этих 2 года, то есть, я считаю, что это очень большой успех, учитывая возраст пациентки 50 лет, и учитывая, извините, 80 лет, извините, 80 лет, и учитывая, что она на, так, 80 лет, и учитывая, что у нее 16 лет давностью заболевания, понимаете, то есть, даже в такой жесткой уже, как бы, уже возрастной группе мы сдвинулись с мертвой точки, прежде всего, состояние настроения, сон, и у нее начались, как бы, маленькая-маленькая пишка с речью. Я, конечно, не ожидаю, что эти темпы будут очень большие, вы понимаете, что, как это оценить, как хорошие это результаты, или не очень, это что-то хорошего, потому что, вот, когда мы лечим пациента с нарушением нейросистемы, конечно, мы, прежде всего, смотрим, как у него общие процессы, то есть, общие жалобы, общие состояния меняются. Какие это общие, что это общее состояние, что это такое? Это работоспособность, это настроение, это сон, это мотивация там к действиям каким-то, да, желание что-то делать, энтузиазм. Конечно, у людей с больной нейросистемой, в основном, этих, нету характеристик их, их состояния. То есть, они уже угнетены, у них плохой сон, они депрессивны, вот. И если вы получаете на каком-то этапе, а это всего два месяца, то есть, это совсем, может быть, срок никакой, будем наблюдать всего, вот и больше, то есть, мы, практически, два месяца только наблюдаем этих пациентов. Значит, если вы получили уже по этим общим жалобам, как бы, улучшение, уменьшение этих жалоб, следовательно, нервная система оказывалась. Для меня, конечно, это очень радостно. Вот, я всегда мотивирую пациентов, чтобы они, ну, как бы, дальше двигались, но они сами уже смотивированы, собственно, в руля, раз я это уже получила. Второй случай. Мужчина. А вы, сразу же скажите, что вы ей добавили? Или потом, или как? Ну, знаете, я, знаете, давайте я вот потом расскажу, как я назначаю препараты, по какому принципу. И вы сами будете понимать, потому что вот этот набор, например, я скажу, вот я назначу это, 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 не факт, что это правильно или другого. Может быть, там надо какой-то нюанс, изменить препараты или несколько препаратов, потому что, понимаете, нет одинаковых пациентов, нет одинаковых, как бы, ожиданий у нас, они все разные. Ну, конечно, она получала реликту, миссалит, 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 нейру, не получала сосудистые, там, коронары, получала весь спектр цербрума, вот. Ну, она так, видите, она много лет на БАДах была, ее прямо вели на БАДах эти годы, она сохранила за 16 лет свое здоровье, то есть оно у нее не разрушилось, как это уже с возрастом обычно оно разрушается, поэтому она была как бы сохранна, и ей не понадобилось давать для печени, особенно для почек, там, для щитовидки, не понадобилось, потому что я получала минералы, витамины, омега-3, то есть она была просто напичкана этим препаратами, и вот БАДами. Очень-очень приветствую тех, кто принимает другие препараты, вот, рецептики, потому что сочетание Power Matrix с рецептиками, оно еще больше и лучше. Или хотя бы принимал, кто принимал, конечно, это уже сейчас добавить Power Matrix, уже регуляторные препараты, к тому же фону клетка напитана, но она пока не работает, то есть она уже как бы получила все, но она не может себя соорганизовать, и регуляторные процессы в организме у нее очень сильные, поэтому БАД ведь не всегда проб, вот, и пьешь, 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 и там раз, тоже какой-то наступает этап, когда они уже, в общем-то, и не действуют, правда, что ты получила, потом уже организм завис, поэтому Power Matrix это новый уровень, но если человек пил перед этим, вот, рецептики или БАД, это очень-очень хорошо. Второй пациент, 52 года мужчина, 2 года назад получил инсульт, руководитель фирмы, такой молодой, в общем-то, активный, и, конечно, у него, он перестал понимать и речь, и говорить, то есть он может говорить, но не может, как бы, понимать ее, и подобрать слова, из-за вот того, что он как бы не разбирает речь, не может воспроизвести вот эту, как бы, вот эту речь, то есть он не может общаться, потому что, ну, для него слова сейчас ничего не значат, не он не может их сказать, не, хотя он может их произносить, понимаете, вот, ну, рука, нога, понятно, там тоже рука, нога, да? Ну, а он ходит, так-то? Да, ну, ходячий, нет, да, это не про такого, он ходячий, у него гемипорез, то есть рука, нога у него в спастике, но нет боли сильных, и он может передвигаться, хотя он там в своеобразном походке, конечно, вот, понимаете, самое трагичное для человека, который все понимает, это коммуникация, вот, и они к нам обратились прошлой, вот, да, прошлой зимой, как раз год прошел, я ему провела лечение для восстановления кровотока, и был, опять же, скачок, то есть он получил там какие-то, ну, улучшения в плане, там, состояния, настроения, может быть, даже и там, и сон, там, и тревога меньше, ну, конечно, гемипорез у него не прошел, потому что клеточки погибли эти, вот, и я ему, ну, в церкви, в общем-то, писала программу, весне они перестали обращаться с ног, ну, перестали ходить, он потерял, видно, уже веру, то, что будет лучше, и у него нашу глаз будет дальняя попытка, понимаете, вот, он хочет общаться и не может, и вообще-то у него это очень большая прелезия, не мог общаться ни с партнерами своими, по фирме ни с кем, я его, конечно, тоже сразу вспомнила, когда нам предложили эту программу, назначили ему тоже примерно вот такой же большой набор, вот, прошло два месяца, два месяца, с переменным успехом сначала, тоже он то пил, то не пил, то бросал, то ловался, то что, ну, как-то доверяя мне, что этот эффект когда-то был, вот сейчас у него такое состояние, что полностью появилась мотивация к поздравлению, настроение другое, они приходили к там недавно в центр, его там кубирует сестра, и он, администратор говорит, наш Владимир Геннадьевич, совсем другое у него лицо, говорит, я просто его даже не узнала, то есть он уже такой, знаете, адекватный, открытые глаза, он не понурый, нет, депрессия практически у него прошла, депрессия. Второе, он стал писать лучше, то есть он стал понимать слова, во-первых, некоторые писали, он стал общаться с партнерами, они приходили, и даже мне сказала сестра, это буквально 2 недели назад, что мне создали дела по фирме, что это вообще раньше было невозможно, понимаете, то есть что-то он стал понимать, хотя, конечно, не все, где-то он, например, там как-то переспрашивал, он уже мог и говорить, но не сразу, может быть, подобрав слова, и понимать слово. И самое тоже интересное, что у него какой-то дорогой смартфон, а не смартфон, это, Тепл, в общем, Тепл, телефон, телефон, и он забыл его код доступа в этот телефон, по роли, чтобы его запускать, и вот эти 2 года телефон был в нерабочем состоянии, они ему купили попроще, он им пользовался, но он все в интернете, как бы искал, там, насколько мог это все понимать, он понимал речь, которая написана, он не понимал речь, которая ему говорит, в общем, он мог интернете все почитать, посмотреть, вот, знаете, он вспомнил пароль, запустил телефон, для меня это, конечно, просто фантастический результат, потому что, ну, вот, не было его, конечно, человек пойдет на поправку, и через год я вам доложу про его деплаты, все на руке, вот, еще один, у нас сейчас мужчина наблюдается в этой программе, 65 или 6 лет, ему, он получил 2 инсульта за последние полгода, сколько ему лет? 65 примерно, 5-6, 5-6, 2 инсульта, после 2 года, после первого оправился, даже вышел на работу, и через 3 месяца получился снова инсульт, и вот он перестал передвигаться, ну, в общем, очень, очень тяжело вставать, рука, нога, речи, потому что речь, а, нет, у него, как раз и речь у него сохранилась, то есть у него пострадала правая полушария и левая сторона, вы же знаете, да, что если левая полушария страдает чаще всего, то правая рука и речь страдает, а если правая полушария, то речь сохраняется, речь как раз у него сохранена, тоже с большим доверием принимает месяц и сильнейшая спастика в руке ноги он не мог двигаться в туалет вообще то есть его там на каталке ночью они там суднами пока на каталке в ванной чтобы чтобы его помыть сейчас он может более-менее передвигаться при помощи вот этих подругов на опираясь на них то есть у него спастика уменьшилась и конечно прежде всего у него лучше сообществе и настроение весом спокойнее пока еще него не регулируется первые результаты по нервной системе есть у меня детишки которые тоже тяжелый ребенок девочка вот и 7 не начали нас учиться вот не сидела не стояла не переворачивалась будет и 7 знаете вялые ножки и тоже вы ее лечили мы получили опора на ноги получили переворот уже получили ласки осознанные как-то там контакт с глазами на этих препаратов она стала садиться сама это тоже очень неважный результат чтобы работать тяжелый телец но поскольку меня изумил конечно опыт валовинь светланы аркадина аркадина валовинь я смотрела все ее видео и конечно меня это все изумело тоже насколько это работает сейчас я буду сейчас из тех детей которые уже лечились понимаете опять же это психология матери тяжелый ребенок получили какой-то эффект и потом разочаровались и в это время уже но они просто уже как разочарованы я даже обзвонила своих старых пациентов я пока никто из старых не обратился я как бы набираю новых потому что ну ну как бы так прошло может быть уже вообще не верит в оздоровление меня такие случаи вообще много даже если например наши лет это дает хороший прогресс мама может не видеть этого прогресса потому что сказали что ты не лечила и тяжело и это очень сложно поэтому мы сейчас набираем новые кишки какие у нас эффекты по опорному аппарату есть такое состояние когда на коне очагу хронической инфекции можно двигать постепенно начинают остеоартроз с возрастом начинает разрастаться косточки это вот новый процесс я назначала препараты он начинал как бы весь спектр мне две такие пациенты прошло реликту салютом ангел селен и ему ему один ему два то есть за два месяца вот эта активность воспалительная уменьшилась и даже исчезла то есть болезни суставов исчезли ручки гнется нету такой как бы разлитой боли по спине по коленях по ногам то есть носливость тела улучшилась как мы это контролируем с точки зрения медицины этот целотекущий процесс его как правило ничем не определить даже ревматолог если они видят невысокие показатели воспалительного процесса невысокие или вообще даже отсутствие их они говорят это не наши на самом деле когда в организме сечение инфекции иммунная система регулирует как бы неправильно она неправильно отвечает им до иммунный ответ нарушен то есть она может например справляться с простыми заболеваниями и может не распознавать свое чужое например поврежденная какая-нибудь ткань нарушенная ткань например там ногти еще разрушаются и вот она не понимает свое это или чужое и может атаковать это суть аутоиммунного процесса то есть когда иммунная система не разбирается ошибается и атакует свое вместо микробов вирусов грибов и паразитов атакует свои ткани то есть вырабатывает тела вот эта реакция называется аутоиммунный процесс так вот это делает текущий процесс уставов когда полточки разрастаются все болит скрипит это как раз активный процесс знаете у нас есть в центре где резонансный метод скоростной и если там вот это показатели примерно 140 показателей можно по обзору смотреть и там есть холестерин и все в общем и сахар можно и там по разным системам видно но если бы он показывал только один показатель ремо-фактор ремо коэффициент называется ремо коэффициент то есть коэффициент вот этого аутоиммунного ответа я бы сказала это великолепный прибор с которым нужно работать потому что мне очень помогает посмотреть а вот есть этот аутоиммунный компонент или его нет понимаете о чем говорю да то есть иммунная система она забалансирована или не уничтожает она свое или нет то есть там норма какая-то граница и вот у большинства детей у людей у которых протекают активиала текущие хронические эти боли разламывает болит но и там жжет иногда вот это вот это у них вот этот ремо коэффициент повышен или умеренно или высоко и вот моей радости вот как раз у этих женщин восстановился ремо коэффициент он просто пришел в баланс для меня это основной показатель чтобы в опор на двигательном аппарате распознать процесс какой понимаете какая сложность например в современной медицине врачей действует международная классификация болезни и в этой классификации нет конкретно обозначение как произошла болезнь а например есть какая-то боль спине торсопатия это может болеть кость хрящ это может болеть связки может болеть мышцы может болеть не нервы ущемляции или нервные плеча не где-то быть ущемлены это может быть раздражены прижатые сосуды которые тоже могут давать кость а значит позвоночная артерия она дает такую серьезную горловую 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 смотрите столько столько тканей разных вот а в классификации написано в классификации это дорсопатия ну какого-то мясного или какого-то другого происхождения то есть врач когда ставит этот процесс он для себя может не не уточнять воспаление гистрофия или обменные процессы понимаете то есть какой процесс то воспаление то воспаление то есть его боль гистрофия это источение тканей и медленное крушение целания обменные процессы тоже знаете очень трудно сказать поэтому когда вот здесь имеется значение точная диагностика какой процесс и какая ткань мы не можем сверху назначать все вместе если больше болит кость мы должны дать кости если воспалены суставы например позвоночника тоже очень сильная боль бывает мы должны работать с иммунной системы вниз и не с хрящом даже а если артроз протекает или там вот эти вот иски истончение хряща нам нужно питание хрящу из препарата он делал субин и так далее поэтому конечно очень трудно иногда сориентироваться вот сейчас я вам хочу немножко рассказать какая перспектива для медицины вообще существует и как мы стараемся идти в ногу с этим с этой тенденции и как следует рассматривать лечение препаратами power matrix вот вот в этой связи то есть вот связи с тем что все-таки медицина профилактическая или восстановительная то есть мы представляем собой не врачей которые просто лечит болезнь все-таки мы хотим разобраться какой процесс и как его вернуть обратно вот от здоровья до болезни от здоровья до болезни существует очень большой коридор сначала здоровый человек потом у него наступает на перенапряжение в системах каких-то организма в частности в нервной системе потом у него происходит истощение какие-то системы потом перед болезнь и потом болезнь и лидер какой большой коридор вот я смотрю на каждого из вас или просто на любого человека вот болен он или здоров как это обозначить правильно все люди здоровы но мы их регуляторное нарушение регуляторное нарушение то есть будем считать что организм это совершенная система есть его правильно направить он сам себя вылечит правильно вам уже читали врачи эти лекции и говорили назначайте препараты они запустят нервную клетку и запустят иммунную клетку и любому органу помогут и организм сам себя будет лечить так вот так можно сказать здоров человек или или как бы у него уже отклонение по каким признакам вообще вы ориентируетесь почему сюда пришли и как вы считаете например это что вот жалобы жалобы потом невозможность чего-то сделать до самочувствие то есть вот эти вот общие жалобы это уже является показательным что тоже не здоровье а какой-то коридор где мы балансируем потом когда врач берет анализы и говорит у вас хорошая анализа что вы ходите значит ли это что человек здоров разболезнет здоровье нет он как бы здоровье у него уже нарушены какие-то процессы которые нужно вернуть обратно понимаете саморегуляция в чем организм он такой что если запустили запустили болезни болезни вот эти нарушения перенапряжение истощение перед болезни болезни если они уже спустились и процессы вот так и ничего не прилагать к нему к этому организму он так и будет идти и усугубляться и мы будем перекрестовать такую болезнь а есть процессы которые можно вернуть обратно то есть реакции людки в одну сторону в организме и в другую сторону только нужно для это что создать благоприятные условия вот мне хочется поговорить о значении нервной системы я не помогу и и в этом него нервная система это основная система которая обеспечивает все жизненные процессы все абсолютно нет нервной функции которые не управляются из нервной системы это эндокринная регуляция иммунитет это обменные это работа сердца дыхание там вода отделение этим это все из нейросистемы и если там разбалансировано будет что неправильное управление функцией внутренних органов поэтому если мы говорим про препараты power matrix то какое значение какое значение имеет например препарата салюты я вообще не понимала какой салюты салюты зачем это выдавать если можно сразу лечить больной орган например сердце или что например можно сразу лечить кости хрящи какое значение салюты ускоряет намного под все процессы салютом который обычный вообще-то все видите вы впереди меня поняли это долго не понимал и вообще как его даже игнорировала ну или вот так немножечко подумал ну как вы взяли на сектор восторге от него почему то смотрите то есть он каждому как каждому органу каждой системе дает электроны заряжает клетку спресс обрабатывать белки начинает себя воспроизводить на какие клетки уничтожают нормальные клетки появляются начинаются функции это очень сильный функциональный препарат вот какое значение реликтов нет он выводит все всю грязь его можно по всякому использовать у него же реликтовые соединения него там фуевые гуминовые кислоты на вот он очень хороший detox и вообще-то универсальный продукт один такой кожи белорозовая у него там может быть даже помоложе а другой такой серенький даже немножечко зелененький понимаете вы оттенок кожи серо-зеленый там тигмент отложен вот этому человеку обязательно нужно задать реликтум очень долго потому что системы управления через нервную систему конечно истощились системы нет системы ощущения организма истощились печень почки потовые железы там бронки не могут например или там носовые ходы не могут это все связи ты не можешь поделять токсины и не скатывается в организме и реликтум запускает в каждой клетке систему ощущения я не знаю как это происходит конечно какое-то такое таинственное божественное чудо что вдруг клеточки погибшие перевариваются и утилизируется клеточки здоровые начинают выполнять свою функцию например улучшать отток желчи улучшать ее функции функцию допустим функцию которая например убивает микробов убивает паразитов да вот эту вот жилочек сама по себе сильный антисептик потом каким-то образом почки активировать и каждую клеточку которую выбрасывать шлаки вот я конечно не понимаю как это происходит но это происходит то есть людям у которых выражена интоксикация реликтум показать был у нас лучше когда я это поняла уже назначила реликтум и вроде бы даже человек такой не очень больной вот и у человека появилась сыпь после третий третий день после лечения и когда мы пообщались я сказала что да наверное все таки органы выведения не готовы еще выводить то есть это то есть реликтум сделал из клетки мощный выброс токсинов и они всосались кровь и у человека через кожу стали выходить потому что естественные органы выведения были не готовы к такой резкой такой реакции быстрые и мы конечно подсоединили сразу салюты и подсоединили большое количество воды дали печени дали почкам еще препараты и тогда вот это вот сыпь потихонечку ушла если брать с точки зрения восточной медицины организм можно вылечить вообще восточной медицины это очень сильная медицина даже смотрит наркотик как она целая и аюбеда и рефлексотерапии всякие вот эти вот тибетские настои здесь здесь есть очень такая большая хорошая философия например китайский врач начнет учить пациента любого сначала он оценит какая у него энергетика энергии организма достаточно или нет он даже не смотрит чем токсины и не токсины поскольку у него энергии они там по курсу еще по каким-то методам определяются вот им прежде всего нужно дать организму энергию потом нужно вывести из него начать вводить из него токсины потом нужно запустить иммунную систему понимаете вот эти вот три момента энергия вывести токсины и запустить иммунную систему без них не успешно будет не успешно будет применение препаратов уже отношения органов вот представьте например каком-то ну какой-то большой квартире старого дома требуется ремонт если нет требуется поменять мебель требуется обновить интерьер если мы например в одну комнату занесем новую мебель и уберем старую то интерьер который там он не подойдет нужно сначала убрать все это даст вынести почистить а потом сделать новый ремонт а потом уже ставить мебель это я примерно так представляю то есть нам нужно сначала организм очистить заведите энергии успокоить иммунную систему которая при любой болезни активно в той или иной степени и потом уже давать органы специфические препараты то есть я сейчас конечно делаю акцент у своих пациентов на препараты общего действия я сейчас пока не думаю даже не там конкретных каких-то может не считая сердца я даю салитом релектум ангел силен я даю значит церковь потому что мы с ней на системе работаем в спектр я для обязательно релакс потому что люди истощены люди очень истощены болезнь она истощает человека у него развивается такой невроз он такой нестабильный у него значит не устойчивое состояние эмоциональное у него плохой сон вот релакс один из препаратов который меня тоже тоже кстати не обратилась на него внимание думала не обвести у меня тут все цели брумы вот оказывается первая система которую нужно стабилизировать это вегетативная то есть он жар там какие-то есть какие-то не стены желудка и кишечника запору по носу это точнее сердцебиение там замирание дыхательное нарушение коржа вот эти все состояния которые вегетативная система не обеспечивает вот такое гармоничное состояние эти состояние хорошо лечится релакс и сейчас я не релакс один из первых препаратов чтобы сначала успокоить вегетативную то есть помочь организму успокоиться как бы на уровне каждого органа а потом уже лечить этот орган понимаете по центральному управлению все-таки из него тоже не как все вот эти состояния которые мы получили мы получили эффект я не буду рассказывать вам много примеров хочу сказать что когда мы смотрим при помощи нашего оборудования у нас есть оборудование которое следует вегетативную систему вот сколько у человека здоровья вот допустим он уже близко к тяжелой болезни для него это только начало то есть здоровье буквально можно выразить его это выразить и в столбиках в столбиках понимаете вот норма например 60 80 процентов от этого столбика вот это хороший показатель 50 тоже ничего 40 тоже ничего 30 как бы маловато 20 маловато 5 там и вообще бывает там буквально процентов 5 процентов вот как этого человека как ему обещать быстрое выздоровление конечно невозможно здесь у него источены все ресурсы если вы видите на систему у него не работает если уровень интоксикации токсинов очень много если он источен всем параметрам и нервная система не сбалансирована у моего как из болота бегемота должны доставать чтобы вот факт какой привести в этот баланс и тут работают нам приходит на помощь препарата общих действий которых я говорю вот у всех этих пациентов о которых я говорю кроме такой женщины 80 лет мы получили улучшение параметров управления то есть вот из низкого уровня управления они нам показывают более высокий уровень вот некоторые пациенты здесь есть они знают о чем я говорю совершенно как бы уникальное такое оборудование которое буквально показывает а вот сколько здоровья вам и здоровый человек вообще конечно полезно знать потому что если можно там это даже не только здоровья а сколько сохраненного гармоничного управления начальник он пришел у него диабет у него там давление у него какие-то хронические желчнокаменная болезнь у него могут почки и у него ресурс на такой то есть конечно вот отсылка вот при помощи оборудования на очень хороша то есть мы можем спрашивать взять анализы знаете еще в чем особенность когда например человек делает кардиограмму пожилой ему говорить крач терапевт у вас хорошая кардиограмма а завтра и там через пять дней у него может учиться инфаркт знаете знаете такие случаи что кардиограмма она всегда хорошая когда нет инфаркт а когда инфаркт есть она уже плохая где-то границы между тем вот между тем вот где сердце в каком состоянии здесь конечно нужно его оценить и в усилии сердца кардиолог они всегда же показывают истинную картину наш прибор показывает истыщение мышцы сердца на очень низком уровне или на более высоком уровне конечно я обязательно значу препараты ребенку для ребенку а взрослому для сердца и сосуды или сосудов или холестерина и так так далее так далее так далее так далее так что тут свечу пометила вы помните его судьба пошли нет это не мой что-то не важно это мой что-то съела нормал не дает и холестерина и животные кошечки и собачки и коровы там нет чисто сознание эти животных они же как бы ну они же не то что не то что не хорози и прессии или капельки вот эти вот они очень быстро выздорове гораздо быстрее чем человек может учиться на прочную он со своими тюрканами да как ему очень трудно от этого избавиться почему болезнь она же поддерживается из сознания то есть чем человек больше очарованный или верит конечно его и выздоровлю очень трудно я хотел сказать что кроме препаратов мы работаем с пациентами со своими обязательно говорим при питании вот значение питания сегодня питание в основном в основном у людей которые не думают о нем и не думать о здоровье это разрушающая согласно то есть объем питания забрасывая все что угодно и думаем что наше божественное тело это все перевалит на самом деле оно не создано для того чтобы его заглатывает там какие-то огромные порции и чтобы он как он как фабрика по переработке пищевых продуктов понимаете вот надо научить ну кому себя приучить и своих близких а я пациента и себя конечно тоже стараюсь контролировать чтобы не перегушать организм потому что самый лучший препарат и power matrix тоже если мы не будем соблюдать диету и не будем думать что нам полезно вредно и в таком объеме мы никогда не получим выдающийся вот что важно понимать питания пищевые продукты могут быть те которые окисляют организм и закисляют а те которые щелачивают слышали про это то есть вы наверно этим пользуетесь да вот послушайте меня вот этот момент очень важный то есть помогите своему организму и препаратам которые в нем работают при помощи питания потому что питание это тоже как бы лечение а есть нобелевский лауреат тридцатые годы прошлого века какой-то швейцарский естественно что я не помню фамилию который показал что в закисленном организме развиваются всякие тяжелые болезни какие продукты закисляют кофе очень сильно быстро закисляется особенно если он не натуральный вообще внутри дня можно закислиться я проверю жареное мясо очень все жареное все пересоленое консерванты наиболее закисляющий продукт это конечно мясо мясо потому что оно содержит белок не белок а аминокислоты и чем больше аминокислоты наступают в таком виде сложно тем больше закисления организма потенциал закисления очень высокий потом идет рыба потом идут молочные продукты с яйцами вот они уже ближе к нулевому таком где-то например и потом идут нейтральные продукты лобовые орехи и крупы примерно в нейтральном а потом идут уже продукты ощелачивающие что щелачивает больше всего организм противоположное состояние тут вы закисляет кислота и болезни тут защелачиваем и организм сам как бы это его помощь в оздоровлении многие травы фрукты фрукты овощи зеленые это зелень и специи зелень и специи имеет самый сильный потенциал потом немножечко меньшей степени это овощи фрукты которые они овощи которые растут над грядкой это помидоры огурцы тыквы там дынь тыквы дынь и арбузы вот это все потом идут корнеплоды потом идут фрукты фрукты слабая щелачивая как ни странно сильнее корнеплоды потом те которые над овощи которые мы любим над грядкой то есть на грядке они в земле а потом и селени вот и понимаете с 1 штат возьмем вот эту всю группу этих продуктов ощелачивающие и нейтральные крупы которые энергию солнца до каждой зерно несет ценнейшая вещь они же там минералы и аминокислоты там все есть потом возьмем орехи и бобовые коров чечевицы особенно и возьмем кисловолочные продукты вот объем от этого еды процентном отношении должен составлять 90 процентов а остальное мясо рыба и яйцо 10 процентов вот это наиболее правильно а если организм тяжело поврежден я советую пациенту вообще отказаться от мяса рыбы яйца и цельного молока на немножко кисловолочные и пожить вот на этой диете кто практиковал египетарианство или сыроедение здорово и как правда чистится организм хорошо то есть во первых ощущение людей что происходит смотрите в закисленном организме накапливаются шлаки токсины сбиваются он и и когда вот мы мы конечно берем прекрасный реликтум салютом там печень почки но организме борются две системы вот этому пищу заглатывание как было такое очень тяжелое в то же время хотим ему помочь поэтому во время лечения обязательно дайте диету диета обубликована на предпоследнем последнем значит листочки нашего каталога она тоже хороша я вот ей я и не практиковал я ничего не могу сказать как она ученых пока что этот вариант хорошо работает у меня ведь вот свой вариант я вот так пациент на предпоследствии например если мясо то это может быть ну три раза в месяц у меня ни в чему не хочется для организма перестраиваться в общем ну да там чего нибудь можно конечно даже курица тоже мясо между прочим хождение есть не нужно научиться сдабливать специями сдабливает там разные соусы хорошие правильно будет пища очень и смешать с овощами гречку сейчас мешать с овощами крупы с овощами это вообще уникальность почитание поэтому пожалуйста значит сами и своим близким расскажите про это то есть не загрузка а разгрузка потом мы недавно общались по какому поводу на конференции наверное не подскажет был ученый который говорит про дыхание да не на всей присутствовал поэтому я уже много-много лет кого практикую дыхание и своих пациентов тяжелых сейчас расскажу вам что вы понимаете дыхание почему дыхание когда было нарушено дыхание моих близких это человек очень тяжелый очень тяжелый это нужно просто было там слава богу не только бутылка дыхательной техники нить йоговская стрельникова есть разные дыхательные тренажеры да кто-то дышит в мешок вот такие вот такие методы что попроще а попроще и особенно в любом возрасте это приемлемо это дыхательный аппарат фролова т.д. и один вы все его знаете два стаканчика с вопрированной трубочкой почему важно дыхание потому что функция дыхания она единственная который человек может осознанно управлять мы не можем замедлить ускорить сердечный ритм сами не можем себе давление если только человек конечно не йог йог может замедлить сердце ускорить его там пищу пока даже чуть ли не обратно может ее ну как бы сделать так что на него но это мы йоги и не можем брать до такой степени у нас организм нет не он а дыхательная функция у нас как бы но на существо и просто надо научиться и управлять вот жители крупных городов них своеобразное дыхание поверхностное и грудное верхнее грудное почему ребенок родился у него большинство дыхание диафрагма работает а то вдруг почему всех их женщин и мужчин хотя бы это это только женское нет и мужчины так же дышит я в пациентстве проверяю когда актуально я все равно просто дыхание буду говорить каждому может быть пятому там четвертому если это актуально у меня много таких которых нужно вот я прошу мужчину вздохните глубоко вот так какое дыхание грудное и даже верхнее грудное есть вот такое дыхание видите нижнее грудное у певцов особенно развито а это коня брюшное певцов вообще все как бы как меха работает в середине но если но жители крупных городов дышит крупной клеткой сверху почему потому что углекислота накопленная в воздухе крупный городок там больше процент чем лесу чем деревня чем маленькие города мы испытываем нагрузку на организм на дыхательный центр вот это углекислотой это co2 который больше чем нужно и он раздражает дыхательный центр вызывает вот это поверхностное грудное дыхание и дыхание у людей перестраивается а это дыхание стрессовое вот наш приборчик привод который вегетативную систему раз показывает вот в каком состоянии человек находится состоянии стресса или в состоянии противоположном например заторможенности или в гармонии видите бывает гармония бывает одна система бывает другая и все жалуются ой вегетативная дистония это не лечится это не диагноз это вообще у всех и вообще на погоду и нагрение скачет и тут иногда ну как бы и вдохнуть трудно и какие-то диспензии и запор поносы и жар и холод и вот это все и и и подлитность у кого-то у кого-то суммость которую никогда не пробивает это все вегетативная листония наш прибор помогает определить какой тип и мы начинаем давать как бы человеку советы вот когда у человека очень большой стресс показывает прибор у него как правило и дыхание такое но не только у них и многих людей такое дыхание это дыхание она истощает организм она забирает энергию то есть есть сейчас я вам например сделал несколько глубоких вдохов верхнюю как бы частью других верхушками так а я натренировал дыхание когда был было лихо со здоровьем лет сорок то вообще у меня после того очень плохо почему стал интересоваться цептиками вот уже как бы занимаясь и вообще все всеми современными методами оздоровления потому что мой было не было здоровья у детей не было здоровья и мы конечно тогда я тренировалась правда правда по бутылька которую очень некомфортно я не знала больше методов но по йоге мне было постаре учить а потом я спорта перестроила дыхание и все как бы стало но это можно дыхание тренировала конечно я а Существует приборчик аппарат фролова, который позволяет человеку натренировать дыхание, отрегулировать его. Аппарат фролова. Или какой-нибудь метод, который вам нравится. Стрельникова. Кто-то по йоговски дышит. Ради бога, это очень-очень важно. Любое изменение ритма дыхания, особенно когда включается диафрамма и выключается верхнее грудное, очень благоприятное для организма, потому что с дыханием связана сосудистая система, работа сердца. Вот этот фролов, он доктор наук в области, доктор наук философии и кандидат наук биологических, которые уже нет, но он разработал методику, она очень старая, известная. То есть он как бы это изучал. Я читала его книги, они даже мне были трудны для понимания сначала, как он эту физиологию там описывал. Но я поняла главное, что когда человек правильно дышит, тренирует брюшное дыхание, тренируется продолжительное время, хотя бы 4-6 месяцев, он перестраивает энергетику очень сильно в свой организм. У него улучшается иммуносистема, размывается холестерин, улучшаются обменные процессы, там перестает, начинает регулироваться давление, и так далее, и так далее. То есть очень-очень много хороших, как бы, вот таких улучшений. Так что вам это подскорье вместе с препаратами усилится эффект. Люба Викторовна просто вот она, вы с ней еще будем об этом говорить, она говорит, ваш опыт, мне надо его поизучать. Это очень сильная методика. Добавить себе дыхательные техники. Даже если вы просто перед сном подышите диафрагмом, с какого-то липня, вдох и медленный выдох. Как бы долго помните. 5 минут, 5 минут, 5 минут, у вас он будет хороших крепких. Если вы взволнованы, у вас там стресс какой-то, заворачивает там эмоциональная, как-то очень трудная, и все, остановитесь в ягте, и сядьте, проводите ручки на живот, подышите в таком состоянии, это вас успокоит. Конечно, препараты будут еще лучше действовать, еще быстрее. Видите, физиология. То есть, мы будем хорошие препараты для всего. И в то же время у нас организм в неправильном типе регуляции, он не брюшное, он как бы стресс. И вот кто кого, то ли препараты, то ли. Конечно, препараты есть, но сильнее. Но перестроить физиологию очень полезно. Да. Дальше. Я время все начало. Закончить можно, нет? Нет, кончить. Сколько? Сколько можно? Я хочу вам как бы дать вот эти, ну, основное, потом вы еще не можете его пользоваться. Я еще вам хочу сказать еще один тип здоровья, о котором можно говорить, это движение. Движение. Поскольку я, в общем-то, невролог, то есть невролог, сознание кожного аппарата, работает оно, вот эти все мышцы, там, как это работает, вот, и... Аппарат движения, чрезвычайно важный для регуляции функций организма. Если неправильно вы продыхать, то эти двигательные какие-то нагрузки, то вы еще больше улучшите состояние здоровья, и паломатрить здоровье еще лучше. Понимаете? Были субъемлементальные исследования в 50-е, 60-е годы, прошлого, неопрошедшего века, вот, которые показали, что работа мышцы активирует функцию нервной системы. А нейросистема активируется дыхание, сердцеделение, значит, там, работа кишечника и все прочее. То есть если мы двигаемся, свои пять тысяч шагов в день делаем, то наш организм переходит на новый уровень регуляции. У него выделяются другие гормоны, другие регуляторы, у него лучше работает сердце, ну, это все, как бы, понятно. Пожалуйста, тоже не забывайте про этот метод, потому что я не буду как-то агитировать за него, всем это известно. И сидеть, пить препараты, пить 20 препаратов, это огромный раз. 9 тысяч шагов, это сколько минуты. 5 тысяч шагов, ну, это примерно... Это не того, что много. 20 килограмм. Это вообще не много. Это минимум, да? Пишут про 8, даже 10 тысяч шагов. Ну, у меня получается 6,8, я там, трогов за пешком. Это примерно, ну, наверное, ну, 40, кажется. Не прогулочная. И старайтесь ходить быстро, энергично. И говорить себе, я могу идти быстро, энергично. Мой организм работает часы, мое сердце работает часы, сердце со всем справится. Если будете его тренировать, чем просто прогулка, дышать в воздухах, да еще, ну, с оказованной, да еще в верхней части лукной клетки, вы не получите того, чего вам надо. Мы хотим получить. Быстро. Если вы научитесь дышать с аппаратом Фролова, то через полгода он не понадобится, будет дышать на автомате правильно, экономно, понимаете, то есть и как бы регулировать. Вот. Он не попадается в аптеках, да, этот аппарат? Ну, надо поискать. Не в каждой, конечно, аптеке. Аппарат Фролова называется тренажер, дыхатель, индивидуальный один, ТДИ-1. ТДИ-1. Вот. Т, Д, И-1. Вот. Есть аппараты Савоздрак, и там еще какие-то разные аппаратики, они все хороши, но я вот с этим работала сама для себя, я вот честно вам клянусь, что это просто какое-то чудо, потому что даже у кого заторы, подышит через 20 минут и лежит на дыршок, понимаете? Да, вы что. Потому что накопление... Что происходит, вот когда мы дышим с аппаратом? Мы выдыхаем, а потом очень экономно отдаем воздух. Долго. Во время вот этого увеличенного дыхательного цикла, да, то есть топ-людок, у человека накапливается углекислота. Это мощный спазмолитический фактор, то есть это средство. Снимает спазмы сосудов, гладкой мускулатуры кишечника, желчных путей, там почек, если что-то, понимаете? То есть это мощный фактор снять спазм, гладкой мускулатуры во всем организме. Успокаивает, омолаживает. Методика введения углекислого газа существует, подкалывает, там, омолаживает лицо, колени, там, есть такая методика, то есть углекислота о том, что уменьшается количество кислорода в этой крови, когда мы дышим в таком темпе, кислорода из атмосферы поступает меньше, а представьте, что кислород – это сильнейший окислитель. Если мы дышим часто, вот так, кислорода поступает много, он быстренько в крови, делает окисление, и сжигание сосудистой стенки, иммунных клеток, это все пишет фролок, он же не ученый, фролок, все это учат. То есть мы делаем себе холестерин, сжигание сосудистой стенки, отложение холестерина – это уже атеросклероз. И когда человек, например, один спортсмен не владеет правильным дыханием, бегает, он себе делает быстрое наращивание атеросклероза. У него забиваются сосуды крупные и спазмируются при этом, потому что кислород дает спазм. Почему головокружение? Я подышала, у меня сразу головокружение спазм сосудов, потому что головного мозга наступил. И кислород не поступает на периферию, то есть в последнее пастбище, в клеточки, на ногах, руках, почки, сосуды головного мозга не поступает. И там кислородное владение сряда, потому что мы дышим много. А если мы дышим в меру, и кислорода поступает в организм меньше, он используется в много раз экономнее. И на всех уровнях он доходит до самой-самой-самой как бы глубокой части у сахарной диабетии. Как только человек начинает дышать полгода-год, у него сахар начинает регулироваться. Блядь, я вам. Вот такая огромная польза. Никто как бы толком не знает, что такое дыхательная пастби. Пострельниковый метод хороший, но вот этих возможностей не имеет. Потому что, смотрите, еще что в этом. Когда мы выдыхаем, там же как бы через воду выдыхаем, да? У человека на выдохе через воду нужно, через трубочку выдохнуть, через воду. Там водичка на дне стаканчика. И как бы давление в легких повышается. Вот так дует-дак. А легкие хотят расшириться. Расшириться, расшириться. Это тяжело. Легкие у нас спавшиеся. У нас маленький объем жизненно-емкой среди легких. А масса тела большая. И, между прочим, вот напишу вам такой вот жизненно-емкой среди. Так, масса... Так, сейчас, секунду я. Объем легких. Массу тела. Вот это индекс здоровья. Чем больше объем легких, чем меньше масса тела, тем человек здоровее. И наоборот, чем больше масса тела, тем меньше жизненно-емкость легких, тем человек больнее. Поэтому аппарат проломан. И разные жидательные техники правильные. Они еще развивают легкие. Особенно вот этот аппаратик. Когда это дышает, надо пить обязательно омега-3. Еще. Чтобы вырабатывалось альпс-ликчевое вещество для людей, которое делают упругими вот эти альвеумы. Вот там, где воздух. Что упругие. Потому что человек, не знаю, дышит, ему тяжело. Потому что люди хотят развернуться, а у него не хватает сил-то вот этих. А там синтезируются постепенно вот эти новые-новые альвеолы. И объемный растает, а масса тела, каким-то чудом, падает. И здоровье тоже увеличивается. Вот. Ну, в общем-то, что я хотела сказать, примерно сказала. Вот, значит, еще случай. Таня Николаевна, у нас патрицолог, когда говорит, посмотри про этот случай. Это не мой случай. Вот, идем. Ребенок 3-готика с очень низким ресурсом по омеге на нашем приборе, который показывает. Ну, просто очень низкий. Без конца болеющий. Садик 2 дня, потом там 2-3 недели на больничном с мамой. То есть абсолютно, абсолютно полет по носоглотке тяжелое такое ребенок. Вот один месяц применит. Один месяц? Сейчас уже окем, но результаты будут через 10 дней. Через 10 дней применение препарата лор, лор, реликту и салютан. Один. Салютан. Лор, реликту и тиманадин. У ребенка пошли из носа зловонные сопли. Он начал кашивать какие-то, значит, гадость вот эту ложность. Да. И у него ресурс по нашему прибору здесь не вырос просто вот с очень маленькой оттоксикацией. Он вырос вот до такого уровня там уже где-то среднего. Конечно, у него будет и 60-80, даже 90. Получается, чем меньше ребенок у него, тем он быстрее будет восстанавливаться. Тем быстрее, чем старше человек. Да, тем дольше. Сейчас я бы хотела еще вас поспрашивать, что вы хотите меня спросить. Скажите, пожалуйста, омега-3 понятно, да? Это рыбий жир, да? Как часто это надо пить с такой периодичностью? Ну, рыбий жир там тоже содержится, но прежде всего омега-3 содержится в растительных маслах. В рыбий жире содержится витамин D и омега-6, и омега-9, но омега-3 тоже есть. Но самое омега-3 содержится больше всего в льняном масле. В льняном, да. Оливковом, масло виноградных косточек, тыквиновый, вот эти все вас лапы. Подсолнечное, нервированное, хорошего качества, дорогое, подсолнечное тоже содержится. Горчичное, масло рыжего, ну, больше всего в льняном масле. Масло рыжего очень вкусное. В льняном масле, да, масло вечернее, плимола, если вы хотите. Тоже, ну, как бы, пиз, плимола, когда ты несешь. Себе такое масло, да, в кашу, каждое утро, тюрк, ну, десерт немножко, наверное. Вы пьете или поддете? Нет. Кашу, поддругу, отруги обязательно, отруги, знаете, зачем? В из-за венка. Отруги это печально, это полученная часть зерна, которая обладает сильна, и она, если не всасывается в организме, она не разлагается, эта печалька, она не разлагается, но она обладает сильным сорбционным эффектом, она на себя натягивает токсины, все, знаете, тяжелые металлы, антибиотики, там, ну, наверное, жиры тоже, всякие, в общем, всякие токсины, свинец, там, вот, и клетчатка накаплив в воду с токсинами и выводит из организма усиливая перестать в кутишечник. А как вы ее понимаете? Я просто беру пшеничные, или ржаные, или овсягнутые, отруби, чай, не чайную, а столовую ложку, кладу в кашу, кладу в кашу, кладу в кашу, кладу в кашу, кладу в дненовое масло, десертную ложку, и считаю выполненным долг перед организмом. А вы не замачиваете после сухих? Нет, почему не замачивать? Если мы замачиваем, они уже что-то впитывают, во-первых, они уже набухли, а здесь они будут, когда попадают, ну, в таком более сухом виде, они что, они будут сказали? Столовую ложку. Столовую ложку. Вообще, две столовые ложки в таком более таком тяжелом загрязненном организме можно две столовые утра вечера, можно кефир или как-то фашку, это тоже в ряженку это подмешивать. Но я не пива, ни кефир, не ряженку. Поэтому я делаю кашу, можно в жаркое, можно в суп, пожалуйста. Обращаю внимание, что морепродукты очень важны, йод, намрали мало йода, это то, что чечто вид у нас нарушается. Поэтому я иногда собираю просто, ну, сухие водоросли, фукусные, фукусные люблю, ламинарии тоже похожи, это как бы пищу, чтобы нам было ходить в них элементаре. Потому что мы сейчас пьем регуляторы, функции клетки, функции регенерации, просто как бы ее функции, которые там нервные клетки, сосудистые клетки, умные клетки, но все равно как бы компоненты питания нужны, правильно? То есть нужны из питания больше специи обязательно дырите. а вот длиной семей и все что-то. Отличная вещь. А как вы его рекомендуете? А, я варю кашу, точнее не я, я варю кашу, по утрам, где, например, какие-нибудь хлопья овсяные или там много, много сижневых, туда кладем ложку большую или немного семени, мы варим. и молотая. Молотая. И в кашу. А в готовую или еще когда варим? Когда варим. Тыкву, тыквы, кабачки, персики и абрикосы это сильнейшие сорвенты. Эти клетчатка. То есть, когда сезон, а тыквы и поесть всю зиму, пожалуйста, можете ее вести запеченную, на пару, с другими овощами. Если вы тыкву засунете в духовку вместе с овощами виталки, варим курочку, кусочки, вы сложите, вы просто, мы просто умопомрычительный вкус, это тыквы и цепь не опускаем. Это же главное, вещаяшка. Это тыквы, это очень хороший садик. Ну, в кашу кладем кусочки, варим или на воде, или на сыворотке, я делаю короб, сама и с молока. Семножко, то есть молоток, и сливочек, ну, тоже много. Ну, не знаю, конечно, какое там качество, но я думаю, что считаю, что нормально. Крайне, это не цельное молотлое. Я не знаю, не знаю, То есть еще будет лучше. Благодарю вас. Я очень рада, что вы с большим вниманием меня выслушали. Очень интересно. Спасибо большое. Мне бы захотелось к вам дойти. На ваших руках. Сейчас приходите. Спасибо.